Друзья, всем привет! Продолжение истории о предпринимателях из 90-х. Почему они не исполняют решения суда и продолжают взимать плату с граждан за доступ к водным объектам общего пользования? Кто занимается крышеванием незаконной деятельности данных персонажей? Для поиска ответов на эти вопросы я приехала на озеро Окуневский Зори с редакционным заданием. И вот что из этого вышло. Вы когда вышли с машины, начали со мной общаться, вы кое-что забыли сделать. Выйди сюда, я тебе скажу, что надо. Или вы приехали показывать свои умственные способности, или заявление принимать. Отошел от меня быстро, пока заявление на себя не получил. Отошел от меня на полтора метра. Я вам говорю, протоколом принятия устного заявления, заявление принял. Не пристегнутый, да что ж такое-то. Ужас какой. Здравствуйте. Кто вызывал? Я вызывала. Телефон заберите. Почему? Почему? Потому что. Почему что? Это ваше желание? Почему? А что? Я что-то нарушаю? Какая работа? Вы кое-что забыли сделать. Что это? Ну, а вы когда вышли с машины, начали со мной общаться, вы кое-что забыли сделать. А вы должны сейчас масками ходить? Нет, я на улице. И дома? Я на улице. А сейчас тоже снимают? Да пожалуйста, снимайте, только предупреждайте. Идется запись служебного прибора, участкового полномоченного полиции в Кузьмином Дюльевичеевич. Вот, вы должны были представиться изначально. Я не с вами разговаривал, а вот к новому человеку-то я присылал. Нет. Вы зачем сейчас обманываете-то? Назар включен. Некрасиво же так. Кто там рычал-то? Что там? Вы кому сказали, кто рычал? Я рычала. Не слышите? Плохо со слухом? А я вот хорошо слышу. Слышала, что вы там говорили. Ремешочек что? Кто будет пристегивать? Что надо? Выйди сюда. Я тебе скажу, что надо. Выйди сюда. Давайте пройдем. Куда пройдем? Вы представьтесь, я так и не поняла. Я не поняла вашу фамилию. Имя, отчество. Как маска мешает разговаривать? Ну, представьтесь. Упомощенная полиция Кузина Георгий Сергеевич. Очень приятно. Вот с этого надо было начинать. Меня Ксения зовут. Можно просто Ксения без отчества. Я в дежурной части оставляла все свои данные. Можете там узнать. Я буду сейчас писать заявление. Я представлюсь, не переживайте. Все данные свои скажу. Пока Ксения? Нет, не хочу. И держу дистанцию. Советы вам не подходить близко тоже. А я к вам не похожу бы? Ну вот. С молодым человеком близко. Среди ягод. Ну, у нас полтора метра есть. Да вы что? Угу. А жар включен. Мы будем пререкаться или меры принимать по заявлению? Ну, он у вас должен быть всегда включен. Ну, вы же сейчас не в дороге. Вы не мешали его включить? Я мешала? Каким образом? Я хоть физическую силу к вам не применяла? Да не дай бог еще. Запись началась. Где у вас жетон? Это отдел кадров. Знаем, где у меня жетон. А вы не знаете? Да. Ты что, с ума сошла? Ага, понятно. Давайте, смотрите. Ведется государственная запись. Это ваше дело. Ведите запись. Я закон не нарушаю. Давайте я вам расскажу суть проблемы. Или вы приехали показывать свои умственные способности? Или заявление принимать? Ну, по сути, давайте я вам сейчас расскажу. Слушай, вы телефон уберите. Я же сказала, нет. Вам что-то не нравится? Да, мне не нравится. Вы можете тогда уехать. Я вам не разрешу. Вы можете тогда уехать. Если вам не нравится. Нет, я общаюсь с вами. Я общаюсь с вами. Я не надо снимать. Вы на службе? Я на работе. Да, я на службе. Работать хватит? Служить надо. Мне не положено снимать. Ой, дурак. Где это прописано? Это прописано в законе. Вам вот потом очень будет стыдно это все смотреть. Вы перестаньте запрещалки свои тут выдумывать, хорошо? Ссылайтесь на закон. Если в каком-то законе это прописано... Закон о полиции, читайте. Статья 8. Статья 8, почитайте. Закон о полиции, номер 3. Что вы хотели? Смотрите, мы, значит, сюда приехали... Мне сообщили о том, что здесь люди отдыхают уже не первый день и берут плату за проезд. Ну, насколько я знаю, пока еще все закрыто, еще нельзя в общественных местах отдыхать. Это у нас общественное место. Вот я приехала проверить по этому поводу, действительно ли это так. Значит, мы подъехали сюда, подошел молодой человек, Богдан, который он представился как собственник мельного участка. Он сказал, что с человека 150 рублей. С человека. Если вы идете пешком, то как бы, ну, можете идти пешком. Если вы едете на машине, то с человека 150 рублей. Если едет один человек, ну, понимаете, да, нас было двое. То есть он попросил 300 рублей. До этого я фиксировала, другие люди приезжали. Он со всех брал по количеству лиц, находящихся в машине. Деньги. Вот. По этому поводу я вызывала вас. Почему? Потому что у нас есть вводный кодекс, где написано, что места общего пользования водоема, доступ к данным водоемам бесплатно. Независимо от того, что земельный участок кем-то арендован. Носова Ксения Сергеевна. Да я же сказала нет. Я же сказала нет. Нет, по-русски вроде говорю. Телефон изыматься? Меня не надо снимать. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вы на службе. Вы на службе. Если я что-то нарушаю, вы можете составить материал на меня. Вы можете на меня материал составить, если я что-то нарушаю. Я с вами общаюсь. Мне кажется, вы немножко агрессивны и не знаете законы, поэтому я буду фиксировать ваши нарушения. Я уже выявила не одно нарушение ваше. Поэтому с целью фиксации данных нарушений с вашей стороны я буду ввести видеозапись. Носова Ксения. Сергеевна, вы объяснение берете с меня? А заявление можете для начала возьмете? Потом в рамках заявления уже берете объяснение. Что? В начале объяснения. А, в начале объяснения это где написано? Это в УПК. В УПК? А вы уже решили, что в рамках УПК берете объяснение? Мы все равно проверку будем проводить. Но вы же еще пока не понимаете в рамках какого... Я же сказала, Сергеевна. Вы должны взять заявление. Вы зарегистрировали его? Я умысная подала заявление. Вы его приняли? Зарегистрировали? Пишите, пишите. Не, вы можете протоколом принятия умысного заявления. Нет. У вас его нету? Протокол умысного заявления принимает это у лиц с ограниченными способностями. Вы что, с ума сошли, что ли? То есть, по-моему, у престарелых это конкретно... Ужас какой! Откройте 736 приказ МВД и почитайте. Я считаю, что здесь преступление, вымогательство денег. Поэтому протоколом принятия умысного заявления я вам предлагаю взять у меня заявление. Нет. Протоколом принятия умысного заявления. Вот записывайте с моих слов. Нет, протоколом принятия умысного заявления. Протоколом принятия умысного заявления. 736 приказ. Читаем? Прежде чем взять объяснение, вы должны взять заявление. Вы его зафиксировали где-то? Мне номер КОСП еще нужен. Да буду вас учить. Я смотрю, вот придется. Заявление берите, пожалуйста. Протоколом принятия устного заявления. Заявление будете брать? Я буду брать. А потом объяснение. Я же не отказываюсь объяснение дать. Где-то прописано, что в начале объяснение. А при чем здесь УПК? А заявление вы можете хоть час написать? Нет, у меня руки заняты. Вот одна больная, а другая телефон держит. Я не могу писать. Вы сейчас... Я сейчас нет. А вы да. У меня одна рука больная, а другая занята телефоном. Место работы? Не указала. Что не указала? Место работы не указала. Вы мне 51 статью объяснили? Статья 51 объясняется, когда берутся данные. А вы сейчас что делаете? Вы сказали, что вы хотите дать заявление в основном. Вы данные берете? Я у вас и беру. Вы данные берете? Ну вот. Где 51 статья? Вы мне 51 объяснили? Я когда с вас беру объяснение, я разъясняю. А я имею право не свидетельствовать против себя? Нет. А вы мне это разъяснили? Вы уже мои данные куда-то вписываете? Нет. Вы что должны были сделать перед тем, как брать объяснение? Вообще изначально вы должны были заявление взять. А потом уже объяснение. Я вам... Я вам сразу бланк дал. Я вам сказала протоколом принятия устного заявления. Нет, это вы отказались принять у меня заявление. Я беру сейчас протокол устного объяснения. Так, я сейчас звоню в дежурную часть по этому поводу. Я думаю, на вас надо будет написать заявление о привлечении к уголовной ответственности. У вас, я смотрю, превышение должностных полномочий. Давайте, как вы считаете, нужно так и делать. И 51-ю мне объясняйте? Вы сейчас мои данные куда-то записываете? Себя и своих близких можете... Не свидетельствовать. Вот я и не свидетельствую. Поэтому место работы я не указала. То есть вы вообще отказываетесь давать объяснение? Вы... Вы непонятно? Я непонятно вам объясняю? Вы сейчас спросили про место работы. Нет, так вы отказываетесь сообщать данные. Вы сейчас спросили про место работы. Вот я вам ответила, не указала. Я не хочу указывать, где я работаю. Я имею на это право, соответственно, с 51-й? Нормально разговариваете. Абсолютно нормально. А я так и сказала. Вы изначально говорите, я хочу дать заявление. А при чем тут заявление и место работы? Человек по 51-й, когда полностью отказывается давать... Нет, он в рамках 51-й может частично от чего-то отказаться. Дать объяснение, либо дать свои данные. Почитайте, пожалуйста. Или полностью отказывается, либо нет. Да вы что такое говорите-то? Сотрудник, вы... Частично нету такого слова. В кодексе можно дословно прочитать. Вы давно служите-то? Или работаете? Тут написано... Тут про слово частично не... Тут не обязана... Я в рамках 51-й статьи не обязана давать... ...против себя. А не написано тут, что частично или не частично. А, вам надо расписать? Гениально. Я вас услышала. Я вам еще раз говорю, пишите не указала. Ваш документ, что вы носила Ксения Сергеевна... А я с собой не обязана возить, я не привезла с собой паспорт. Ну, так, с моих слов записываете. Вы знаете, по закону Российской Федерации вы обязаны носить... Где это прописано? Это прописано... Где? И в Конституции прописано... Да вы что? Что я при себе должна паспорт носить? В Конституции в какой статье об этом сказано? В Конституции в какой статье об этом сказано? Да. Я хоть... Я не могу всю Конституцию... Не можете? Ну, вы же сейчас ссылаетесь на то, что я что-то нарушаю. Ну, не ношу паспорт. Каждый гражданин должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Который находится в общественном месте. Да вы что? Мне кажется, вам переаттестацию надо пройти. Я не обязана с собой паспорт носить. Я бережно к нему отношусь и не ношу его везде. Вы сейчас записывайте с моих слов. Мы сейчас поедем определять вашу личность. Да, без проблем. Определите. Я слушаю, что у вас случилось. Записывайте. Я вам рассказала. Вы не записывали. Я у вас... Я сегодня приехала. Два часа. Ну, примерно два часа назад. Два часа назад это сколько? Это два часа назад. Сколько сейчас времени? Вы мне написали, что я смотрю. А? Вы мне написали в 15.03. 15.03? Ну, значит, в три часа? На чем вы приехали? Не важно. Это не имеет значения. Как называется это место? Это Окуневский зори. Приехала на озеро Окуневский зори. В связи с тем, что ранее мне сообщили о том, что здесь взимают с них плату за проезд к месту общего пользования. Супеваете записывать? Я могу помедленнее. Что сообщил? Что сообщил? Не важно. Вы прям точно с моих слов записываете. А то потом переписывать придется. Какой ценой? С человеком 150. Чем нарушают? Что нарушают? Записали, да? Водный кодекс. Водный кодекс. Водный кодекс. Статью 6. После того, как я зафиксировала данный факт, я сообщила, позвонила в дежурную часть ОМВД России по городу Егорск. Кстати, вот этот человек, вам надо будет его личность устоять, потому что он угрожал и кидался. А именно вот он брал плату. Представился он как Богдан. Здравствуйте, вы где-то здесь, да, находитесь? Что-что? Надо с вас объяснение будет взять. А вы где находитесь? Здесь же. Все, не уходите, не уходите. Так, что там напомните? Вы позвонили в дежурную часть ОМВД города Егорска. По городу Егорск, да, и попросила вызвать наряд. А что ж вы бесплатно-то уже пропускаете? Ну, у меня зафиксировано, все, не переживайте. Конечно, ничего страшного. Так, попросила вызвать наряд для принятия мер и пресечения правонарушения или преступления. Ну, там уже как квалифицируют это. Я объясняю. Это за что? За объяснение. Тут же что-то прописано? Тут прописано помощь в статье, которая ко мне относится, и по которым вы имеете права давать, либо не давать, и кем вы являетесь. Так, ну, разъясните мне статью эти. Ну, 51 с горем пополам мы разъяснили, да? Тут еще есть 17.9, насколько я знаю. Ну, это административно, если по уголовной, то там какая? 306, но по уголовной мы сейчас заявление будем писать, нет, а у нас 306 будет. А ответственность? Пока данный план вносит, а ответственность. А по 17.9 санкция какая? За заведомо на увлажную донос. Я санкцию не разъясняю. Не разъясняет? Не разъясняет, это уточного мнения его как бы на ужасных информации. Так, ну, это поддайте телефон, вы сейчас заявление будете писать. Нет, протоколом принятия устного заявления. Вы сейчас только что папку держали, все нормально у вас. Да, у меня надолго не хватает. У меня уже тоже снимали. У меня надолго не хватает. Рука устает очень сильно. Не могу долго ручку держать. Это как бы, понимаете... Да как бы, вот я еще раз вам говорю, 836 приказ. Матушка-то вот там... Да, вот я смотрю, лень у вас вообще прям прет. Я-то вам предлагаю написать. Прямо прет. А я вам говорю, принимайте у меня протоколом принятия устного заявления. Потому что я считаю, что все-таки здесь преступление совершается. У нас нету справки, что вы инвалид. А не надо. Да не дай бог. Вы что? Да не дай бог. Вы обязаны принять устное заявление от гражданина, если он желает это. Ему для этого не надо быть инвалидом. Еще раз вам говорю, 736 приказ. Открываем и изучаем. Дается. Все. Я вам сказал. Протокол принятия... Вы банк не хотите брать за память? Протокол принятия устного... Вы не хотите... Я же вам отвечаю. Я же вам отвечаю. Вы не хотите заявление... Это вы не хотите у меня его принимать. Почему я вам... Протокол принятия устного заявления... Да не надо мне тыкать в лицо им. Зачем? Вам не стыдно? Вот у вас прям злость. Прям кипит. Вижу по вашим глазам. Вы должны быть стрессоустойчивы. Прям злость. Прям кипит. Вижу по вашим глазам. Вы должны быть стрессоустойчивы. Я вам бланк даю, пишите заявление. Бланк, вы будете... Отойди от меня. Полтора метра. Отошел от меня быстро, пока заявление на себя не получил Я вам бланк даю Отошел от меня на полтора метра Я вам говорю протоколом принятия устного заявления Заявление принял В общем, вы не хотите без завязания Еще раз, говорит, а ты не хочешь принимать заявление? Больно бородый какой-то Бланк в машине я пошел опрашивать людей, если вы... Давай, я еще раз сказала Протокол принятия устного заявления Так, не закрываем дверь и представиться, пожалуйста На вас тоже заявление будет написано Фу, как Николь Турно Не будете, да, представляться? Нет? Почему? Статью пятую исполнять будем, нет? Не будем, да? Ну ладно, хорошо И значка нету Есть? Номер давай, значка Не покажешь? Здравствуйте Здравствуйте А чего вы так снимаетесь? Так просто? Ой, можно меня снимите? А зачем? А чего вы снимаете? Ну что, ну я вас... Ну я вас слушаю, говорите, что вы хотели-то? Не, просто интересно Милиция приехала, а что случилось? Да не, милиции у нас давно уже нет Полиция? Ага, ну, не подходите только близко Так, а вы не подходите Вы же мне неинтересно Вы можете отойти Я к вам не подходила, вас не снимала Поэтому отойдите Так уйдите Я же к вам не подходила И вы ко мне не подходите Ну да, конечно Ну ладно Ну ладно А вы отойдите Я к другому подойду, ладно? Да подходите, пожалуйста Ну я вот сотрудника снимаю Он нарушает закон Я вот снимаю его незаконные действия Поэтому если вы хотите к нему подойти Вы попадете в кадр А что он сделал? Он? Что он сделал? Ну это не важно Ты на принадлежь? Ну, да Он что-то на какую-то переехал Я всегда когда машины Мне так интересно становится, понимаете? Когда милицейские Мне так интересно становится А, любите мальчика в форме? Нет, я не вот это хотела сказать А как интересно, понимаете? Думаю, что же случилось? Ага Ну, что-то случилось Я не безразличный гражданин А, ну понятно Вы тоже не безразличный? Да Как вы успели заметить именно так Правда? А что, а что, а что? Ну скажи Смотрите, что происходит? Пожалуйста А кто приехал? Кто приехал? Женщина Вы, знаете, за нахождение в общественном месте В нетрезвом виде На вас еще могут состоять протокол Ну да Отойдите, пожалуйста Правда? Ой, как интересно Слушайте, вообще интересно А какая служба приехала? Вы не знаете? Да вы узнаете у них Заодно и протокол получите А вы обязательно будете снимать? Обязательно Обязательно буду Да? Да Все, что происходит А что происходит? Я думаю, не будут оформлять Ну, по идее, могут Вы платно проехали? Я тоже ничего не знаю Человека? Надо 150, да? Да А ведь сколько у вас было? У нас в компании сколько? 7 человек Получай Вот мы сейчас вот стоим и рассуждаем, да? Но я понимаю, брали бы за машину Вот допустим, машина проехала То есть если я еду одна Я плачу 150, да? Еду в машине А если в машине нас едет 5 человек То я за эту же машину плачу уже больше Ну, где логика? То есть они берут-то в принципе не за машину, а за человека А они не устали? Нет А мы в общем-то не устали? Нет Есть у нас кодекс водный Где написано, что водоемы Это место общего пользования И доступ Даже независимо от того, что они арендуют этот земельный участок Доступ должен быть бесплатный А при оказании уже каких-то услуг Ну, допустим, в беседке вы захотите посидеть там Или в волейбол поиграть Цита, да, уже могут денежку взять Ну, в беседке мы, наверное, за беседку не разоплатили Ну, вот, а мы-то не хотим в беседке, видите? Мы хотим приехать? Конечно Алло Здравствуйте Здравствуйте еще раз Ну, от вас снова беспокоит Да Хотела бы оставить заявление на сотрудника полиции Приехали сотрудники полиции Вот, значит, взяли объяснение Но не взяли заявление Я попросила их принять протоколом принятия устного заявления Потому как я считаю, что здесь преступление совершается Сотрудник отказывается принять У меня заявление Один сотрудник, а второй даже не представляется Вообще закрылся в машине И не реагирует на мои просьбы Все, я поняла Хорошо Вы записали? Да, я все записала Спасибо Хорошо, спасибо До свидания Принимать будете, нет? Ну, нет-нет, я заставлять же не буду Почему? Почему? Не принимаете? Я же вам предлагаю присесть и написать А я вам тоже говорю Протоколом принятия устного заявления Нет, я в машину к вам не сяду Я на улице постою Я же вам предлагала И я вам предлагала Протоколом принятия Не предлагала? Предлагала Вы что пишете-то? Протокол принятия устного заявления Ну, все, хорошо Что? Мне те данные сказали Почему те, а? Мне зачем врать-то Вы не носите данные по объяснению Или вы хотите еще раз огласить какие-то данные? Нет, если вам еще какие-то нужны Дополнительные Фамилия, мяущество Ну, если все то же самое То можете списывать Может, там, я не знаю Данные паспорта вам надо Я с вами сговариваю Я что, на ты сейчас сказала, что ли? Я говорю, если хотите А могу и на ты Вот как себя будешь вести Так и, соответственно, и будут с тобой разговаривать Если все будет вежливо В соответствии с законом Тогда он будет на вы А ты это оскорбление? Где у нас сказано, что я не могу к тебе на ты? Я исполняю должностные обязанности Вот исполняю А ты их не исполняешь должным образом Это ты должен со мной на вы Это ты должен со мной на вы А я с тобой не обязана на вы Тем более, когда ты ведешь себя по-хамски Мы сейчас... Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно? Смотрите, чтоб я у вас принял данное заявление Во-первых, тут официальный бланк Тут написано в помещении Видите, тут все Законом соответствует Вот видите, с УПК Говорите, при чем тут УПК? Сотех 145-й огурчит, что в помещении Я у вас должен умрать Ну, мы можем пройти в какое-нибудь помещение Без проблем Я же говорю, в машину я не буду садиться Так это не мое помещение И не мое Ладно, следующее А машина же тоже не помещение Вы предлагаете в машину Это официально Но это не помещение Прошу вас провести проверку В отношении арендаторов Данного земельного участка На законность принятия оплаты За доступ к месту общего пользования Они занимаются вымогательством Доказательства могу предоставить По дополнительному запросу За что? За ваши данные А вот это что? Кстати, я уже и 306 указов Заведомо уже не нос Что санкция эта статья? Санкция Решение свободы, скорее всего Но тоже Это суд санкциям Ну то есть какие санкции Вы не знаете? Почему? Я знаю Это не в моих обязанностях Вам не упадут Это по суду Да Санкции Разъясняют суд Я не в праве Решать за суд Что вам Что будет? В связи с моим обращением Начальник ОМВД России По советскому району Подполковник полиции Курамшин Рафаэль Зуфарович Тут же направил Весь личный состав ОМВД России По советскому району Для проведения проверки По моему заявлению На озеро Окуневский зори Но самое главное Поручение Начальника Курамшина Составить в отношении меня Материал по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации Об административных правонарушениях За нарушение мной режима Обязательной самоизоляции Но чем все это закончилось Вы узнаете позже Друзья Прошу вас распространить данное видео Среди ваших друзей и знакомых Поставить лайк И конечно же Оставить свое мнение В комментариях По этому поводу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok